Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Остались без лицензии муниципальные предприятия по эксплуатации и содержанию общежитий городского округа Самары не прошло строгий экзамен лицензионной комиссии. На контроле у этой управляющей компании более 100 общежитий, в которых проживают порядка 21 тысячи человек. Из-за неоднократных обращений недовольных жителей, внешнего долга и несоответствия некоторых документов предприятие лицензирование не прошло. Однако, по мнению городских властей, представителей Думы и общественности, полностью прекращать работу оно не должно. На рассмотрение ставится вопрос о смене руководства муниципального предприятия. Среди самарских компаний, прошедших аттестацию Коммунальник, Шведская Слобода, ПЖРП-11, ППП Хоум Сервис и ЖКС. Несмотря на имеющиеся проблемы, лицензионная комиссия отметила прогресс в работе этих компаний. Мы, как только вошли на рынок Самары, мы наметили ряд приоритетов. Это работа с обращением с жителями, это благоустройство, это обновление парка техники, это повышение квалификации нашего персонала. В принципе, данное мероприятие остается в силе, и мы также полномерно будем идти по ним. Устав Самары обсудили на публичных слушаниях. В них приняли участие порядка 200 горожан. Высказать свое мнение была возможностью каждого. Какие поправки приняли в главный документ города, узнавала Лариса Шлафаст. Выразить свое мнение о дальнейшей судьбе города собрались больше 170 человек. Согласно новому уставу, Самары наделена статусом городского округа с внутригородским делением. Устав необходимо привести в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Высказать свое мнение и предложение на публичных слушаниях мог каждый. При таких изменениях жителям придется ответственнее относиться к выборам депутатов, которые являются их представителями. Я считаю, что гражданам необходимо самим стать активнее и настойчивее предлагать муниципальной власти свои инициативы. Созданные на земле советы помогут не только компетентно определять приоритеты в дальнейшем развитии территории, но и обеспечивать действенный контроль над расходованием средств местной администрации. Вносятся изменения и в структуру органов местного самоуправления. Городская дума будет состоять из 41 депутата, которые будут избираться из числа депутатов внутри городских районов. Главой города станет глава администрации Самары. Его будет выбирать дума из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, сроком на 5 лет. После часового обсуждения большинство участников публичных слушаний одобрили изменения в устав. Изменения в устав, которые были внесены, они соответствуют тем изменениям, которые были на федеральном уровне. Теперь устав поступит на рассмотрение в комитет по местному самоуправлению и на пленарное заседание думы. Алина Чемерис, Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Общественные советы микрорайонов начинают свою работу по всему городу. По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, развитие местного самоуправления сегодня является одной из приоритетных задач государства. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. В Самарской области завершается этап масштабной реформы МСУ, призванной приблизить власть на местах к реальным потребностям граждан. В Ленинском районе состав полностью сформирован. 23 представителя от жителей и организаций, расположенных на этой территории. О приоритетных направлениях работы в следующем репортаже. Порядок в центре города на особым контроле. Струковский парк, Самарская площадь, площадь Слава, площадь Куйбышева. Самые центральные популярные места отдыха и скопления народа будут особо активно патрулироваться полицейскими вместе с дружинниками. На первом заседании Общественного совета Ленинского района обсудили возможности активизировать работу в этом направлении. Сейчас в приоритете подготовка к празднованию юбилея Победы, парад памяти, возложение цветов к вечному огню, демонстрации 1 мая, участие волонтеров в подготовке к торжествам. Ответственность большая. Каждому ветерану района уделят особое внимание. Кроме всего прочих будут проходить праздники района непосредственно во дворах, потому что возраст этих жителей такой, что они не все могут дойти далеко. Ну а во двор, конечно, выйдут. Там будут праздничные, какие-то мероприятия, концертная программа, ну и просто общение. Мы выпускаем книгу. Это простые истории Великой Отечественной войны на блицах. Это фотографии, это их рассказы. Вот такой подарок. Общественники смогут быстрее донести до власти информацию о проблемах в районе. Например, главврач старейшей поликлиники Самары считает, Вопросы здравоохранения во многом зависят от профилактики. Как ее организовать на местах? Вопрос как раз по адресу. Безусловно, моя работа, моя должность связана именно с самодействием с населением. Я думаю, что участие в этом общественном совете, я думаю, как раз принесет пользу. Именно в этом я буду, наверное, помогать больше людям. Надо будет заниматься именно вопросами оказания первичной медицинской помощи профилактической из того, что мы имеем. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал. Помимо этого будут созданы тематические комиссии. Анастасия Зубарева, Павел Красняков. События. В Самаре почти в четыре раза уменьшилось количество несанкционированных свалок. Городские власти пристально следят за состоянием проблемных участков. По всему городу в местах незаконных мусорок устанавливают камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушителей. Как правило, отходы сюда привозят на грузовиках. С загрязненных территорий власти Самары вывозят мусор за счет городского бюджета. Нарушителям выписывают штрафы. Через суд добиваются компенсации и понесенных затрат. Чтобы свалки не возникали вновь, в некоторых местах устанавливают мусорные контейнеры. Свалку вывезли. Что после этого? Сразу должен быть бункер поставлен и организован вывоз. Там, где это результат работы в управляющей компании, или в зоне ответственности в управляющей компании, или на земле, которая принадлежит какому-то собственнику, то есть не является неразграниченной, здесь надо решать вопрос об обвязании собственников к тому, чтобы они сами вывозили свалки без наших вложений. 15 сотрудников органов внутренних дел и их семьи получили денежные сертификаты на улучшение жилищных условий. Вручение прошло в торжественной обстановке в здании областного управления МВД. Общая сумма единовременной социальной выплаты составила более 42 миллионов рублей. Обладателями сертификатов стали полицейские, старшего офицерского, а также младшего руководящего состава, прослужившие в органах внутренних дел более 10 лет, многие из которых до сих пор не имели собственного жилья, но все это время мечтали о нем. К примеру, семья Баландиных. Мы ждали, ждали, но не думали, что так скоро. Я хранительница очага, теперь у нас будет своя жилплощадь. Я обеспечу уют для этой большой, хорошей, дружной семьи, для своего героя, чтобы в дальнейшем он служил своей родиной. Зарегистрировать право собственности, не выходя из дома. Управление Росреестра по Самарской области совместно с телекомпанией «Самара ГИС» проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. 28 апреля во время эфира программы «Город С» ветераны могут позвонить по номеру 202-11-22 и пригласить специалистов Росреестра на дом, чтобы сдать документы на регистрацию прав. После регистрации сотрудники Росреестра привезут документ, удостоверяющий право собственности на недвижимое имущество к ветеранам домой. Они тоже спасали жизни. В Самаре почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года взрыв 4-го блока атомной электростанции стал крупнейшей техногенной катастрофой 20-го века. Жертвами, по приблизительным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Каждый год Надежда Витальевна приходит на Площадь Славы, чтобы почтить память чернобыльцев. В числе тех, кто ликвидировал последствия аварии, был и ее муж. Были в самых горячих, конечно, точках. Ну и потом после этого еще три раза ездил. Вот, ну, поэтому здоровье подкачало. И вот три года назад он скончался. В Самарской области сейчас проживает порядка 4 тысяч пострадавших от радиации на Чернобыльской АЭС. Возложение цветов к вечному огню – ежегодная традиция, как и встреча участников ликвидации последствий аварии. За чашкой чая они делились воспоминаниями и почтили память чернобыльцев минутой молчания. Чернобыль примером является вот как раз той ситуацией, когда мы не имеем права забывать о том горе, которое принесла Чернобыльская АЭС. Среди тех, кто возлагает цветы в память ликвидаторов Чернобыльской аварии, все больше молодежи. Значит, память о той трагедии будет жить. Валерия Макарова, Павел Пресняков, События. Безопасность горожан на майские праздники будут обеспечивать 4 тысячи полицейских. Подготовку к 9 мая обсудили на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации, где в городе планируются масштабные народные гулянья и как будет организована безопасность, расскажет наш корреспондент. Безопасность превыше всего. В начале мая в Самаре пройдут порядка сотни общегородских и районных мероприятий. Планируется, что участие в них примут более 200 тысяч человек. Самыми значимыми станут первомайское шествие и парад в День Победы на площади Куйбышева. Обеспечивать безопасность самарцев в эти дни будут более 4 тысяч полицейских. Пока не полностью решен вопрос оцепления территорий, где будут проходить основные торжества. Есть возможность перекрытия одной из площадок основных ограждениями, которые есть у нас в распоряжении у Департамента культурного. То есть по пяти площадкам мы уже сегодня вопрос перекрываем. А вот по двум площадкам здесь находится действительно серьезная проблема. Глава администрации Олег Фурсов поручил в ближайшее время проработать этот вопрос и найти ограждение. Если понадобится, изготовить дополнительное. Для охраны некоторых площадок пока не хватает и людей. Глава администрации поручил Департаменту образования привлечь к этой работе студентов военных кафедр учебных заведений города. Охранять порядок на улицах Самары будут и добровольцы. Советская традиция привлечения их к охране общественного порядка получает новое развитие. В городской народной дружине уже 900 человек. Количество горожан, которые вступают в народные дружины, постоянно растет. Те люди, которые принимают для себя решение работать в ДНД, они являются очень ответственными, неравнодушными и оказывают ощутимую поддержку органам правопорядка. Мы в целом нацелены на то, чтобы это движение развивать и поддерживать. Народные дружинники включены в состав 200 дополнительных нарядов, которые ежедневно охраняют покой самарцев. Остается нерешенным вопрос страховки личного состава. Также дружинники до сих пор не получили удостоверение. Глава администрации поручил решить вопрос по страхованию в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Одним из знаковых событий ко Дню Победы станет открытие в городе Триумфальной арки. Грандиозное сооружение уже приобретает парадный вид. Монумент, каких в России немного, устанавливают на Аллее Трудовой Славы на проспекте юных пионеров в Самаре. Гранитная облицовка практически завершена. При строительстве арки использовали оригинальный серый гранит, привезенный из Башкортостана. Рабочие уже приступили к установке бронзовых барельефов, общий вес которых больше шести тонн. В бронзе запечатлен подвиг героев войны и подвиг куйбышевцев, которые ковали победу в тылу. На заводах и в полях сама арка возвышается на 15 метров. Лицевая часть арки состоит из рельефов, где изображены воины-победители и труженики тыла с правой стороны. Также будут ордена Отечественной войны, Красной звезды и с двух сторон одинаковые композиции с орденом Победы. Завершить монтажные работы планируют в ближайшие два дня. Затем благоустроят территорию вокруг арки. Дорожки выложат плиткой. Торжественное открытие намечено на 7 мая. Строительством арки дело не ограничится. В Самаре вскоре появится целый ряд мемориальных комплексов. Такое решение приняли на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий города. Имена героев должны навсегда застыть в граните и бронзе. Комиссия по увековечиванию памяти рассмотрела предложение об установке мемориальных досок выдающимся личностям. В этом году в Самаре появится свыше десятка памятных табличек. Большинство из них героям Советского Союза. На 2015 год мы запланировали 8 таких установок. То есть до 9 мая мы хотим установить Колычеву, Михалеву и Мальцеву в первую очередь. Все документы необходимые для установки мы собрали. К сегодняшним вот этим вот трем установкам все уже готово. Дизайны, места, все в принципе согласовано. На улицах Самары также появится табличка с именами выдающихся государственных деятелей. Кроме того, на этот год намечено открытие выставки, посвященной бойцам 21-й армии, сформированной в Куйбышеве в годы войны. Также появится аллея славы, где установят памятный знак в честь 70-летия Победы. Перечень Новосадовой и Осипенко. Я все-таки предлагаю это где-то в середине аллеи сделать, в середине аллеи развернуть его в сторону Осипенко. Он будет виден так же хорошо людям, которые проходят мимо по этой аллее. Мы ее в прошлом году тротуар выложили плиткой, там теперь благоустроено, уютно и хорошо. Большинство памятных объектов установят до 9 мая. Таков подарок Самаре в преддверии юбилея Победы. Алина Чемерев, Станислав Левин, События. Еще один подарок, на этот раз в виде памятника женщине-матери, ждет самарцев ко дню города. Варианты скульптурной композиции обсудили на заседании Оргкомитета культурная Самара. Свои макеты представили четыре скульптора. Подробности в нашем сюжете. Слитые воедино фигуры женщины с ребенком, как бы вырастающие из земного шара, земли матери. Три журавля, три порванные струны, три оборванные судьбы. Таким видят образ женщины-матери скульпторы Андрея и Владислава Александрова. Кроме того, скульптура уникальна тем, что ее можно будет вращать вокруг своей оси. Наподобие этой мини-скульптуры улитка жизни. Только женщина-мать будет в гораздо большем масштабе. Скульптура высотой 7 метров предусмотрена у нас. Ее можно будет двинуть трем человеком спокойно. И это будет уже не одна скульптура. Это будут десятки, сотни, тысячи скульптур, потому что освещение меняется. Даже солнце. Женщина, потерявшая мужа и сыновей на войне, но сохранившая силу духа и любовь к жизни. В руках похоронки, но за плечами крылья. Еще один вариант памятника женщине от мастерской Куклевых. С некоторых ракурсов у нее эта фигура, она сама ангел фактически получается. То есть у нее с некоторых ракурсов, за ней видно, как будет это нимб, она как святая женщина. И крылья, которые с каких-то ракурсов определенных. То есть очень большой ассоциативный ряд у этой скульптуры планируемый. На суд Оргкомитета Культурной Самары представлено 4 варианта памятника женщине-матери. Инициативу установить такую скульптуру в городе высказал председатель Городумы Александр Фетисов. Не просто женщине, а женщине-матери. Мать дарит жизнь, мать растит, воспитывает и мать выпускает большую жизнь. Она провожает жизнь и мама всегда ждет. И поэтому, наверное, наши самарские женщины, матери заслужили для того, чтобы быть отмеченными. Какая именно скульптура получит путевку в жизнь, решать будут горожане. В ближайшее время организуют интернет-голосование. А в майские праздники все желающие смогут оценить макеты скульптур вживую. Место еще уточняется. На заседании Оргкомитета рассматривали и другие проекты. Самарский водохлеб, кот ученый, архитектор-строитель и маленькие герои большой войны. Каждая скульптурная композиция, появляющаяся у нас, каждая композиция, проходящая через Оргкомитет, она должна иметь скамарскую привязку. Она должна иметь, выражаясь нашим языком, самарскую прописку. Чтобы для самарцев было понятно, почему именно у нас это появилось. В этом году на улицах города должны появиться две необычные скульптурные композиции. Одна из них будет посвящена знаменитой песне «Клен» «Ве осенние птицы». Впервые ее исполнили на Самарской земле 40 лет назад. А другая – дядя Степа. За нее уже предложил взяться знаменитый скульптор Зураб Церетели. Марина Матвеевична, Арсен Сулайманов, События. Как выглядит ваш запах? Каково это быть под контролем магнитного глаза? И есть ли реальность в виртуальности? Новые эмоции можно испытать на технологической выставке, которая открылась в галерее «Виктория». Научно-технический прогресс в реальности и искусство может показать запах. Работа, наделенная качествами живых существ, механизма и чувства в одном флаконе. Он нюхает посетителей, нюхает воздух вокруг, через специальные нюхальцы такие, и выдает фоторобот запаха. То есть это попытка, такая первая попытка в современном искусстве, вообще в изобразительном искусстве, передать запах через изобразительные какие-то средства. Друзья, ну вот сенсор запаха решил, что я пахну именно таким изображением, как бы ни бредово это звучало, но думаю, что нужно сфотографировать сейчас это изображение и показать, как минимум, коллегам на телеканале «Самара Гиз». Арт-группа художников из Екатеринбурга «Куда бегут собаки» в своем искусстве всегда используют технические новинки. На этот раз добрались даже до магнитной жидкости и научили ее откликаться на присутствие человека. Этот глаз ничего не видит, но он следит за тобой. Он будет поворачиваться за человеком, он будет, если человек остановится, он будет моргать, ожидать его дальнейших действий. Необычная выставка под присмотром в галерее «Виктория» ждет зрителей со вторника по воскресенье. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. 26 апреля в связи с проведением мероприятия, посвященного 70-летию Великой Победы с 8 утра до 4 часов дня, будет ограничено движение транспорта за исключением наземного электрического и спецмашин по улице Молодогвардейская от Ульяновской до Студенческого переулка. В течение этого времени автобусы, следующие по маршрутам 24 и 92, будут курсировать в объезд по улице Галактионовская. Автовладельцев просят заранее планировать свои маршруты. Стоимость проезда в пригородных поездах вырастет в мае. Билет на электричку подорожает на 11%. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и хороших выходных. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Центробанк заявляет, что укрепление рубля, связанное с резким движением цен на нефть, закончилось. Рост цен на нефть перестал толкать курс рубля вверх, стоимость российской валюты стабилизируется. По мнению первого зампреда Центробанка, высокая волатильность курса рубля сохранится еще некоторое время, однако уже этим летом она снизится до показателей уровня начала осени 2014 года. Ну, раз рубль стабилизируется на отметке 50 за доллар, то, наверное, логично Центробанку заняться соответствующим укреплением доходов населения. Стоимость проезда в пригородных поездах вырастет в мае. Билет на электричку подорожает на 11,4%, а при использовании транспортной карты на 7%. Повышение объясняется возросшими затратами на осуществление деятельности Самарской пригородной пассажирской компании, в том числе в связи с высоким ростом тарифов на услуги ОАО РЖД. Пассажиры смогут воспользоваться комбинированным тарифом, который зависит от дальности поездки. Болгария привлечет туристов шезлонгами. Они будут бесплатными везде. Союз собственников гостиниц курорта «Солнечный берег» настаивает на отмене концессионных такс на пляже и обещает сделать зонтики и шезлонги бесплатными. Со своей стороны, концессионеры пляжей обещают увеличить качество поддержки пляжей, медицинское и водно-спасательное обслуживание. Ну, я даже засомневался как-то на Волге отдыхать или срочно в Болгарию за бесплатным шезлонгом. А на сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские борцы привезли серебро и бронзу с международного юношеского турнира. Еще один самарец – лучший в стране, но уже среди сильнейших пятиборцев. Самарский пловец – чемпион России по плаванию. Александр Кудашов выиграл чемпионат России по плаванию. Самарец первым финишировал на дистанции 200 метров бутерфляем. На это у него ушла 1 минута и 56 секунд. Такой результат обеспечил Кудашову путевку на чемпионат мира, который пройдет в Казани. На 200-метровке, но уже комплексом, еще один самарец тольятинского происхождения. Семен Макович выиграл бронзу с результатом 2 минуты. Олег Наумов занял первое место на турнире сильнейших пятиборцев России. После двух видов самарец и петербуржец Александр Кукарин делили первое место. После комбайна в борьбу за медали вступил еще один самарец Александр Лифанов. Однако Наумов удержал лидирующую позицию. Конкурент проиграл, но в итоге все-таки поднялся на первую ступень пьедестала почета турнира сильнейших пятиборцев России. Второй Кукарин, третий Савкин. Самарские спортсмены привезли медали с международного юношеского турнира по греко-римской борьбе. Шесть армейцев претендовали на награду, однако повезло лишь двоим. Владислав Сивкин завоевал серебро в легком весе, Халит Акаев – бронзу в среднем. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова